Ежегодно от наркотиков гибнет 120 тысяч россиян. Сочинским студентам сегодня озвучили сразу несколько важных цифр. Ребята узнали, что административная ответственность за хранение и употребление наркотиков наступает уже с 16 лет. Это может быть штраф, либо арест на 15 суток. А вот уголовная ответственность предусматривает лишение свободы до 10 лет. Самая суровая мера за сбыт в особо крупных размерах от 15 до 20 лет тюрьмы. О другой ответственности за свое здоровье собравшимся рассказал нарколог. Медики уверены, одно из лекарств против этой опасной болезни – правда о ней. Подростки многие вещи узнают впервые. Рассказываем, с чем мы сталкиваемся и предупреждаем, чтобы подростки этого не делали. Подростки делают выводы для себя и в большинстве случаев. Нашей помощью, естественно, в дальнейшем уже в ней не нуждаются. Кино, которое приготовили для просмотра, оказалось криминальной драмой под названием «Забава». Кинолента рекомендована для показа в муниципальных кинотеатрах края. Фильм закуплен в краевой фильмафонд в рамках региональной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснодарского края». По сценарию герои фильма «Забава» живут без забот в погоне за развлечениями. Заканчивается же картина совсем незабавно. Очень эмоциональный, воздействует на внутреннее состояние души человека однозначно. И самое главное, что он четко дает понять, что то, что происходит – это трагедия. Трагедия многих человеческих судеб. Мы даем ребятам понять при помощи кинематографии, что нельзя соприкасаться, даже соприкасаться в любых экстремальных ситуациях в жизни. Выход есть всегда, и мы всегда их призываем. Ребята, у вас есть увлечение, у вас есть прекрасные родители, к которым вы можете обратиться всегда за помощью. Смысл художественного фильма ребята уловили. Ну и, как обещали специалисты, молодежь сделала выводы. А в чем интерес употребления наркотиков? Ты ходишь как, извините, зомби, действительно. Твоя жизнь крутится вокруг того, чтобы раздобыть себе дозу. И все. А если ты не наркоман, ты можешь идти и жить спокойно. Идти там спортом заниматься или в кино тоже сходить с друзьями. Есть время на жизнь. Ну и здоровье, конечно. А если наркоман, то и здоровье потеряешь быстро. В общем говоря, если кто-то это увидит, ребят, не надо, вам это не нужно. Также в рамках мероприятия «Стоп-угроза» ребятам напомнили, что не нужно проходить и мимо надписей, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, где предлагают приобрести наркотики. Такое объявление достаточно сфотографировать и сообщить о его местонахождении в антинаркотическую комиссию по телефону 264 14 70. Сюда же можно сообщать о местах закладок. Конфиденциально. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.